Специально ко дню Великой Победы в офтальмологической клинике Тризе для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0. Улица Крымская 242. Офтальмологический центр Тризе. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапы. Регион. В студии Ирина Меркурьева. И сегодня в выпуске. Ведущие тороператоры страны оценились по возможности нашего курорта. Благоустройство на улице Кати Славьяновой. Бульвар становится краш день ото дня. В Анапе стартует уже ставший традиционным конкурс на лучший дворик. Сотрудники крупнейших туристических агентств России и СНГ знакомятся с возможностями лечебной косметологии черноморских курортов. Начался информационный тур в Анапе. Гости осмотрели ведущие объекты санаторно-курортного комплекса и поделились с нами своими впечатлениями. Представители более 20 турагентств из Минска, Ростола-на-Дону, Москвы, Рязани, Костромы, Волгограда и Севастополя познакомились со СПА-возможностями наших санаториев и пансионатов. Сегодня совершили экскурсию по городу, побывали на песчаных пляжах Анапы. Радует, что впечатления у гостей остались только положительные. Когда-то, будучи студенткой еще, в совхозе ГМТ мы убирали виноград. Тогда я совершенно не предполагала, что Анапа через много лет станет таким интересным для отдыха, для путешествий городом. И сегодня это приятно удивляет. Обзорная экскурсия по городу гостей впечатлила. Отметили чистоту городских улиц, эффектную набережную, впечатлили цветниками и редкими видами растений, высаженных к началу нового курортного сезона. Положительные отзывы и об анапских здравницах, отелях и санаториях. В 2012 году мы с коллегой здесь были, в Анапе, Геленджике. Мы еще не поехали, но Анапа тогда не впечатлила нас так, в 2012 году. Сегодня мы очень восхищаемся, то, что идет в порядок, она обустраивается, она красивая. Мы увидели действительно пляжи красивые. Мы очень восхищены, нам есть чем сравнить. Поэтому, как бы, вот с тем же Египтом, то есть там уже такое, знаете, немножко уже подношенное, то есть эти отели, то есть здесь мы увидели такой вот уровень высокий, можно сказать. Поэтому мы хотим донести вот это вот все до нашего белорусского туриста. Анапа стала отправной точкой экскурсии. Участники инфотура также посетят Геленджик, Сочи и другие курорты Краснодарского края. Анапа на пороге курортного сезона. Все темы планерного совещания так или иначе касаются подготовки к этому ответственному для нашего города периоду. Реклама «Двигатель курорта» глава Анапы напомнила о своем поручении разместить рекламные баннеры на территории аэропорта. Контрольный срок – неделя. За неделю всего одна авария на сетях, доложил замглавы Владимир Забураев. В то же время плановых работ у энергетиков еще много. На днях им предстоит установить мощную трансформаторную подстанцию в Благовещенской. Требуются большие дизельные электростанции для того, чтобы обеспечить ряд объектов электрической энергии бесперебойно. Поэтому Сергей Николаевич и Сергей Николаевич работаем вплотную, там надо предупредить жителей. О бесперебойном водоснабжении должны позаботиться специалисты водоканала. А еще о том, чтобы нанятые ими для прокладки коммуникаций подрядчики выполняли свои обязательства перед городом. Если не добровольно, то через суд. Значит, отныне, еще раз повторяю, все разрытия, полный пакет документов на восстановление, проплаты, договора и так далее, и так далее. И мы участники этого процесса. Кстати, теперь разрешение на разрытие выдают в многофункциональном центре. На базе многофункционального центра совместно с руководителем водоканала организовано рабочее место, оказываем услуги населения. За два рабочих дня уже принято 20 заявлений. На планерном совещании также подняли кадровый вопрос. В связи с выходом на пенсию должность главы Гастагаевского сельского округа покинул Николай Баюр. Расторгнут договор с Витязевским главой Леонидом Кореофили. С 19 мая Субсехским сельским округом руководит Борис Алтуфьев. Еще одну важную тему поднял на общегородской планерке Сергей Сергеев. О жалобах анапчан на работу общественного транспорта. Она прозвучала в продолжении вчерашнего приема главы по личным вопросам. Вчера на приеме жительница Красного Кургана пожаловалась главе на неудобную схему движения 112 маршрута. Сергеев задал своим подчиненным простой вопрос. Зачем создали неудобства для людей? Вернуть. Вернуть. И без моего ведома, это вы в марте сделали, и попробуйте еще что-нибудь поменяйте. Я вам говорил, что есть маршруты рентабельные, я тоже прекрасно понимаю, а есть нерентабельные маршруты. Понимаете? Но если он работает и имеет рентабельный маршрут, ему сам Бог велел иметь нерентабельный маршрут. Потому что он перекроет свои расходы. Есть другое решение этой проблемы – датирование убыточных маршрутов. Если такие в нашем городе есть, то управление по транспорту должно внести свои предложения. Формальный подход неприемлем. Когда что-то меняем кардинально, все, что касается обеспечения людей и связанных с людьми, надо делать очень осторожно. Продолжается благоустройство городских скверов и прогулочных зон. На улице Кати Соловьяновой появится новый изумрудно-зеленый газон. Улицу Кати Соловьянова сегодня просто не узнать. Покореженный асфальт сменило новое ровное покрытие. Городские службы провели снос аварийных деревьев, посадили молодые липы, кронировали каштаны. Вскоре появится ровный рулонный газон. Продолжаются работы по укладке рулонного газона. Мы проверили весь комплекс механических мероприятий по подготовке почвы. То есть провели прозравку от сорняков, мотоблок применили, провели разравнивание почвы и занимаемся укладкой рулонного газона. Работа идет интенсивными темпами. Ежедневно около тысячи квадратных метров безупречного газона укладывают вдоль тротуарной части улицы. Всего будет уложено более 8 тысяч квадратов зеленого ковра. Уже через две недели газон прорастет и станет насыщенного зеленого цвета. Возле памятного знака высадили яркую цветочную рассаду. По завершению работ на тротуаре установят декоративный кашпоз с цветами. О правилах благоустройства нерадивым собственникам и предпринимателям напоминает муниципальный контроль. Нарушение выявлено на строительном объекте жилого комплекса «Красная площадь». По правилам благоустройства запрещается складировать грунт на территории строительной площадки высотой превышающей ограждения. Здесь же высота около трех этажей. От большого скопления грунта даже покосился забор. Улица Астраханская является гостевой трассой. И, безусловно, внешний вид данной стройки портит имидж нашего города. Поэтому приняты сразу конструктивные меры для ликвидации данного нарушения. Сейчас на месте работают 6 единиц техники. Грунт со стройки вывозят. Специалисты управления муниципального контроля составили на нарушителя административный протокол. Он уже передан на рассмотрение в административную комиссию. О межнациональных отношениях рассуждает молодежь. Круглый стол по актуальной сегодня теме провели в Анапском филиале Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова. В нашем городе живут и работают представители более 80 национальностей. Толерантность молодежной среде особенно важна. Ребята учатся со школьной и студенческой скамьи находить друг с другом общий язык. Никогда даже не помышлять о войне. Сегодня мир – наша главная ценность. Студенты Шолоховского университета вновь собрались за круглым столом. Межнациональные отношения – вопрос для молодых людей непраздный. Им жить в Анапе, рядом друг с другом, работать и воспитывать детей. Для меня, как и для армянина, родившегося в России, межнациональный вопрос, он важен, потому что я рос в той среде, где большинство людей были другой национальности. Я также встречался не только с русскими национальностями. Допустим, даже взять, например, нашу Анапу. Это греки, грузины, дагестанцы, даже чеченцы. То есть много различных национальностей, и нужно всем ужиться с темпераментом, с характером, с особенностями. Относиться к человеку, в первую очередь, как к человеку, а не как к отдельному типу национальности. И обращать внимание на его человеческие качества, на его характер, на его положительные стороны. Терпимость к обычаям, привычкам разных народов эти молодые люди будут воспитывать и в своих детях. В Анапе выберут самый уютный дворик. Одноименный конкурс стал доброй традицией нашего города. В первом отборочном этапе уже больше 60 участников. Заявки от жителей принимают руководители органов территориального общественного самоуправления, как в городских микрорайонах, так и в сельских округах. Среди критерий выбора лучших – содержание придомовой территории в надлежащем санитарном состоянии, оригинальное решение озеленения, оформление фасада домовладения, наличие малых архитектурных форм и многое другое. Награждение этих людей будет проходить в рамках проведения Дня города на театральной площади, в присутствии всего нашего муниципального образования, всех приглашенных. И будут вручены людям подарки и таблички, которые у нас уже в прошлом году вручались. Первое, второе и третье место. Лучших пловцов определили в минувшую субботу в детско-юношеской спортивной школе «Виктория». Там прошел второй этап первенства города-курорта по плаванию. Во втором этапе мальчики и девочки плыли 200 метров комплексом. Комплексное плавание – дисциплина, в ходе которой спортсмены поочередно плывут четырьмя разными стилями, по 50 метров каждый. Юные пловцы показали свое мастерство в преодолении дистанции в бассейне кролем, брасом, бутерфлями на спине. У 11-летнего Юрия Гайдаев всегда лучшие результаты. И в этот раз он первый на финише. Я проплыл за 2,51, но я ускорил на 4 секунды. Меня даже тренер похвалил, потому что я ускорился. Хороший результат среди своих соперниц показала и Валерия Малютина. Приплыла второй. Лера занимается плаванием четвертый год. Когда я какой-то результат повышаю, я как будто бы иду на одну ступень выше в своем достижении по плаванию. И у меня больше стремление к победе повышается каждый раз. Участвую и побеждаю в городских соревнованиях. Юные спортсмены демонстрируют результат своего труда и получают стимул двигаться к новым вершинам. По итогам двух заплывов сформируются группы на следующий этап обучения. Завершит выпуск прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok Вас по адресу улица Крымская, 114. Генеральный партнер программы – клиника Тризе. Эти и другие новости Вы можете найти на нашем сайте. А я с Вами прощаюсь. До встречи. Специально ко дню Великой Победы в офтальмологической клинике Тризе для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0. Улица Крымская, 242. Офтальмологический центр Тризе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова